Всем привет! С вами Трестания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот таких сережек. Для работы нам понадобятся остатки полимерной глины и все остальное увидите в процессе работы. Раскатываем полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Кладем один пласт на другой и наносим текстуру щеткой. Лезвием задаем необходимую форму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вырезаем вторую сережку, наложив первую заготовку на пласт. Предварительно на пласт я нанесла таль, чтобы глина не прилипала. Редактор субтитров А.Кулакова Тупой стороной лезвия делаем призвольные насечки путем продавливания глины. Тупую сторону лезвия окунаем в пудру и аккуратно продавливаем бороздки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дотсом делаем углубление и немного наносим голубой пудры на верхнюю часть сережек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Также дотсом я сделала по цветочку на каждой сережке. Ну и окрашиваем оставшуюся часть сережек микопудрой. Цвета выбирайте какие хочется. Я взяла голубую, синюю, фиолетовую и зеленую. Также окрашиваем бока и заднюю часть сережек. Доктор субтитров А.Семкин М Passover Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанный производителем Пока все запекалось, я развела эпоксидную смолу и добавила в нее немного глиттера Заливаем заготовку и ждем, когда все затвердеет У меня этот процесс занимает 24 часа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После этого я присоединила фурнитуру и готова Вот что у меня получилось в итоге Очень яркие и легкие серьги из остатков полимерной глины А наш урок подошел к концу Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной Делитесь этим видео с друзьями Оставляйте комментарии Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео До новых уроков! Пока-пока!